Все о клематисах-лианах – описание видов растения. Клематис по праву считают одной из самых неприхотливых и красивых лиан, идеально подходящих для вертикального озеленения. Даже один куст, покрытый множеством эффектных звездчатых цветов, неизменно привлекает внимание. Благодаря длительному цветению и разнообразию расцветок представители рода клематис завоевывают все большую популярность. Как выглядит клематис? Ранней весной, когда воздух прогреется до плюс 5 градусов Цельсия, на лианах пробуждаются почки и трогается в рост побеги. В мае они уже прибавляют до 12 сантиметров в сутки. Ранние клематисы радуют цветением через два месяца после пробуждения, позднее зацветают в конце лета. Клематис в ландшафтном дизайне роль лепестков. Лепестков у клематиса выполняют чашелистики, а пышный центр часто отличается и по форме и по окрасу от лепестков, что придает цветку особый шарм. Цветки могут быть звездчатой или дискообразной формы, иметь гофрированный или волнистый край. У крупноцветковых разновидностей диаметр цветка достигает 25 сантиметров. Интересно, некоторые сорта обладают ароматом, напоминающим миндаль, жасмин примул. Цветовая палитра клематисов разнообразна от чисто белой до голубой, розовой, ярко-красной со всевозможными тоновыми переходами. Сочетая их между собой с другими растениями, получают эффектные колористические композиции. Клематисы часто называют лозинкой за их способность нежно обвивать гибкими веточками все, что встречается им на пути, сбираясь ввысь, ближе к солнцу. Это свойство растения используют, применяя их для озеленения стен перго и арок. Семена ломоноса – еще одно название клематиса – ломонос. Оно связано с семенами растения, имеющими своеобразный загнутый вырост. Происхождение. Насчитывается около 300 видов, встречающихся, в основном, в умеренных широтах. Четыре столетия назад дикий клематис появился в садах Европы и в короткие сроки стал любимцем цветоводов. И по сей день это растение завоевывает сердца любителей цветов, побуждая их узнавать все о клематисах, от истории происхождения до новинок селекции. Первым получил распространение клематис фиолетовый – слиматис летисовала. Он попал в Англию из Испании в середине 16 века. Позже, в 18 веке, швед Карл Тунберг ввел в культуру еще один знаковый экземпляр – клематис цветистый – слиматис Флорида. Крупноцветковый клематис раскрытый – слиматис потенц привез из Японии немецкий медик и естествоиспытатель Франц Зиббольд в 1836 году. Старов Индия. Первый гибридный клематис Жакмана был представлен на Королевской выставке в Кенсингтоне в 1863 году. Удивительное растение имело потрясающий успех, что вдохновило селекционеров на активную работу по гибридизации. Всего за 15 лет было получено более 200 сортов. Многие проверенные временем сорта до сих пор занимают почетное место в садах клематис Таров Индия, Вильделеон, Пурпуре и Плиен и Леганос. Многие сорта отличаются хорошей морозостойкостью и долговечностью. Основные группы. Многочисленные сорта скомпонованы в несколько групп, в зависимости от размера цветков, побегов и нюансов агротехники. Так как сортов множества и попытки систематизации предпринимались не раз, единой системы классификации не существует. Система оридера, основанная на делении по морфологическим признакам и состоящая из четырех секций клематис-лесной клематис-вайорна, который относится полукустарниковые и травянистые виды с мелкими колокольчатыми цветками. Клематис-фиолетовый, слиматис-витисола, включающая лиана с одревесневшими вьющимися стеблями. Цветки могут быть простые и махровые, блюцевидные или колокольчатые формы. В эту многочисленную секцию входят гибриды Жакмана и Дюрана, шерстистые и фиолетовые клематисы и другие княжек-антраджен, состоящие из восьми видов клематиса. Сюда относятся деревянистые ляны до трех метров длиной. Цветки паниклые, кушеры-котолокольчатые. Растения выдерживают морозы до минус 30 градусов Цельсия. Клематис-жгучий клематис-фламула. Представители этой секции не только зимостойки, но и потрясающе красиво и обильно цветут. Несмотря на то, что цветки небольшие, они так густо покрывают растения, что под ними почти не видно листьев. При этом обладают медовым ароматом. В соответствии с размером цветка и времени цветения клематисы подразделяют на крупноцветковые и мелкоцветковые. Крупноцветковые. Сорта групп Витецела, Жакмана, Патенс, Флорида и Лангеноза относятся к крупноцветковым вьющимся клематисам. К плетистам крупноцветковым относятся группы Энтигрифолия. Группа Витецела представлена кустарниковыми лианами до 3,5 метров длиной. Цветки бархатистые, с преобладанием розово-красных тонов. Диаметр цветка до 12 сантиметров цветения длится с июля до заморозков. Джуста сорта разнообразны. Это сиреневый клематис Джуста со светло-пурпурной полосой и полиш спирит насыщенного фиолетового цвета с пурпурным отливом и много других сортов. Группа Жакмана объединяет сорта, полученные от встречивания клематиса Жакмана, клематис Джагмани с другими видами. Сюда относятся крупные кустарниковые лианы с длиной побега в 4 метра. Окраска цветов имеет фиолетовые, синие и пурпурные оттенки. Цветение продолжается до самых морозов. К сортам этой группы относятся пурпурно-красный Руж Кардинал, пепельно-розовая Камтис де Бушо, лиловая Виктория. Руж Кардинал группа Патенс получена в результате склещивания клематиса Раскидистова с Патенс с другими сортами. В этой группе много сортов с махровыми цветками. Окраска отличается многообразием от кремово-белой до ярко-фиолетовой или насыщенно-пурпурной. Цветут в июне-июле на протяжении 30-40 дней. Зима стойкость низкая, на зиму нужно укрывать. Arctic Queen сорт английской селекции Arctic Queen поражает крупными густомахровыми кремово-белыми цветами, которые оттеняют желтые пыльники. Флорида состоит из потомков клематиса цветистого клематис Флорида. Это кустарниковые лианы, достигающие 3 метров в высоту. В окрасе цветков доминируют светлые тона, встречаются двуцветно окрашенные сорта. Цветут в первой половине лета на побегах прошлого года. Яркий представитель сорта льба плена с бело-зелеными чашелистиками и зелеными пыльниками. Со временем лепестки выгорают до абсолютно белого цвета, усиливая контраст. Лангиноза включает лианы с тонкими побегами до 2,5 метров. Цветки крупные, до 20 сантиметров восточной долготеаметрии, окрашены в нежные голубые, белые, розовые цвета. Часто по центру лепестков проходит полоса другого цвета. Интересно, представители этой группы цветут на побегах как прошлого, так и текущего года. Зимой под укрытием. Клейматис Надежда у сорта «Балерина» белые цветки с контрастной темной серединой, а сорт Надежда с бледно-розовыми чашелистиками ярко. Красной полосой по центру. Интигрифули объединяют невысокие до 1,5 метров полукустарники. Побеги нуждаются в отрязывании. Цветки напоминают пропеллеры из 4 чашелистиков. Форма колокольчатая, до 12 сантиметров восточной долготеаметрии. Память сердца обильно цветут на побегах текущего года. Сорта «Память сердца» с фиолетовыми цветами и розовый клематис «Аленушка». Мелкоцветковые. Мелкоцветковые клематисы обычно неприхотливы. Цветки небольшие, часто колокольчатые. Цветение обильное. К ним относятся следующие группы. Гераклейфолия получена от склещивания клематиса борща листного. Ньюлав цветки от 3 до 5 сантиметров в диаметре имеют преимущественно белый и голубой окрас. Цветение длится с августа по октябрь. Сорт Ньюлав с темно-зелеными листьями и мелкими голубыми цветками гиацинтовой формы представляет эту группу. Отрогени княжики выдерживают морозы до минус 40 градусов Цельсия. К этой группе относится клематис сибирский. Княжики цветут весной и на перезимовавших побегах. Сорт Блю Принцесс выделяется двуцветными махровыми цветками, что необычно для княжика. Блю Принцесс Флямула включает белый мелкоцветковый кустовой клематис жгучий со множеством мелких белых цветков, а также клематис осенний и трижды тройчатый. Клематис жгучий тексинзиз. Эта группа берет начало от клематиса техасского. Цветки одиночные, обычно кормин на красных тонов. Сорт Канингин Максима запоминается яркой окраской и прелестной тюльпановидной формой цветка. Канингин Максима к дикорастущим мелкоцветковым относятся клематис метельчатый и восточный. Эти лианы особенно декоративны осенью, когда на них образуются пушистые плоды. Правильный уход за клематисами. Большинство клематисов – многолетние вьющиеся или лазащие лианы, требовательные к цвету. Поэтому им необходимы надежные опоры. Лиана будет хорошо расти на нейтральных или слабощелочных, богатых гумусом и хорошо дренированных почвах. Все сорта не любят застой воды, как, впрочем, и пересушку. Поэтому на дне посадочной ямы желательно расположить слоя песка или битва кирпича. При посадке обращают внимание на то, что корневая шейка должна находиться под землей на глубине 10-15 см. Интересно, для молодых побегов клематиса опасны слизни и улитки. Чтобы привлечь всадых естественных врагов и жей, специалисты фирмы компании S.H.R. Design предлагают установить уютные домики для ежиков. Домики для ежиков поливают клематис редко, но обильно. Дождевальные установки лучше не использовать, так как попадание капель на цветки портит их внешний вид. На протяжении всего вегетационного периода растения подкармливают органическими и минеральными удобрениями примерно раз в 10 дней. Осенью вносят калийные подкормки. Зимостойкие сорта легко переносят морозы, теплолюбивые виды нуждаются в укрытии на зиму. С наступления морозов нежные сорта снимают с опоры, связывают и укрывают агроволокном. Затем засыпают сухой листвой, чтобы защитить от осадков, накрывают гидроизолирующим материалом. Обрезка Обрезки клематисов уделяют особое внимание, так как это является важным условием пышного цветения. Выбрать подходящее растение и определиться с правильным уходом поможет международная классификация, которая выделяет три группы обрезки клематисов. Первая группа А Сюда относятся клематисы, цветущие на побегах прошлого года. Их не стоит укорачивать, чтобы не лишиться цветов. Удаляя только засохшие веточки и прореживают слишком загущенные экземпляры. Яркий представитель группы Сорт Атрогена Франки Крупная ляна с нежно-голубыми цветками колокольчатой формы. Вторая группа К ней относятся гибриды, цветущие дважды в течение сезона. Цветы образуются и на побегах текущего года, и на прошлогодних. Во время осенней обрезки их укорачивают наполовину, оставляя примерно метровые побеги. Джернсикрим К этой группе относится клематис Джернсикрим Гернсикрим с белыми цветами, его цветение обильное, дважды за сезон. Яркий представитель Красный клематис Руж Кардинал Также соответствует описанию группы. Его насыщенно-красные цветки повторно раскрываются осенью. Розовую гамму этой группы представляет клематис Литвелмермид с необычайным лососевым оттенком. Третья группа КС включает многие природные виды и сорта, которые цветут на побегах текущего года. На зиму их сильно обрезают, оставляя 2-4 нижних узла. Давно известный сорт старов Индии относится именно к этой группе. Цветки фиолетовые, с красно-пурпурной полосой пыльники желтые. Важно! Иногда на магазинах саженцах встречается маркировка 2-3 УТС. Это означает, что растения можно обрезать по правилам и 2-й и 3-й группы. Размножение Существует несколько методов размножения клематиса. Отводками, делением куста и зелеными черенками размножают крупноцветковые гибридные экземпляры. Если нет необходимости в сохранении сортовых свойств, размножают семенами. Отводки – самый результативный способ, который не наносит ущерб декоративности растения. Размножение отводками Побеги закладывают в радиальные канавки глубиной 5-10 сантиметров. Прижимают скобами и присыпают почвой. Верхушка остается неприсыпанной. Отводки, как и маточный куст, регулярно поливают и подкармливают. На следующий год укорененное растение отделяют от маточного и пересаживают в другое место. Деление куста довольно простой способ. Крупные, разросшиеся растения можно делить осенью и в начале роста – апрель-май. Перед процедурой надземную часть растения связают, оставляя 2-3 пары почек. Деление куста Клематиса Куст выкапывают с комом земли, корни аккуратно высвобождают. Острым ножом разделяют куст так, чтобы на каждой деленке оставалось 2-4 побега. Получившиеся деленки нужно посадить в открытый грунт. Черенкование Время для черенкования определяется состоянием побегов. Они должны быть упругими, не ломкими. Ранее сорта можно черенковать весной позднее – в июле и августе. Побеги срезают над вторым или третьим узлом снизу. На самом черенке оставляют 1-2 узла. Листья наполовину укорачивают. Срез обрабатывают корневином. Черенки сажают наклонно. Узел с почкой заглубляют на 2-3 мм. Субстрат увлажняют. Емкости накрывают стеклом или пленкой. Оптимальная температура для укоренения – плюс 25 градусов Цельсия. Поддерживается высокая влажность. Примерно через месяц черенки укореняются и их постепенно приучают к свежему воздуху, снимая пленку. На заметку. Мед является хорошим стимулятором корнеобразования. Черенки, замоченные на ночь в растворе меда – 1 час. Лист на стакан воды – быстро укореняются. Размножение семенами. Размер семян разных видов колеблется от 4 до 11 мм. Для ускорения прорастания средних и крупных семян можно использовать стратификацию. Для этого их смешивают с песком и хранят в холодильнике при температуре 0-5 градусов Цельсия. Клематисы – находка не только для обычного садовода, но и для искушанного ландшафтного дизайна. Удивительными растениями не только декорируют стены, но и создают бордюры, пуская плети по низкой горизонтальной опоре, а также формируют цветущие ковры, совсем лишая ли она опоры. Если пустить растение клематис по прямостоячему стволу сосны, оно будет эффектно оттенять хвою. Закрепив побеги клематиса на ветках кустарника, барбариса, розы, а также комбинируя с однолетними растениями, получают чудесные цветущие композиции. Существуют также карликовые контейнерные сорта, которые можно выращивать даже как комнатное растение пилу, бежу.